Геологи недавно пробурили скважину под архипелагом Шпицберген и обнаружили странное явление. Причем такое же странное явление было обнаружено и на севере России, которое уже прозвали климатической бомбой. Что это такое и почему после нахождения этой аномалии ученые забеспокоились? Начнем по порядку. Шпицберген – это уникальная территория, административно принадлежащая Норвегии, но дающая право добывать ее ресурсы более 50 странам. Сегодня постоянное присутствие на архипелаге поддерживают только россияне и норвежцы. После завершения Второй мировой войны добыча угольных ресурсов на Шпицбергене возродилась благодаря силам Арктикугля, который являлся ведущим представителем Советского Союза в Заполярье. Со временем истощение известных запасов в шахтах островов архипелага привело к снижению добычи. В конечном счете правительство Норвегии стало развивать архипелаг Шпицберген в научной деятельности. Необычное явление зафиксировали ученые-геологи, когда пробурили скважину в толще вечной мерзлоты в местечке Лонгир для изучения острова. Отмечается, что все скважины, которых больше 500, уходят вглубь вечной, а на самом деле многолетней мерзлоты, и благодаря им ученые составили неплохое представление о том, докуда эта мерзлота простирается и что с ней происходит. По словам ученых, когда они проделали скважину в Лонгире, они услышали из нее бурлящий звук. Над ней из любопытства решили поддержать приборы, которые срабатывают при взрывоопасном уровне метана, и они сработали немедленно. Специалисты подозревают, что дно, которое является основанием мерзлоты, волнистое, потому что только при этом условии метановые запасы могут накапливаться внизу. Волнистость создает ловушки для газа. Есть оценки, по которым общие запасы метана в арктических недрах составляют больше триллиона тонн. Ученые считают, что если не станет достаточно силы для того, чтобы весь этот метан удерживать под землей, мы получим настоящую климатическую бомбу. При этом это не единственный случай. В опубликованной на эту тему научной работе упоминается еще два эпизода метановых выбросов из скважин на Шпицбергене, и в одном из этих случаев газ выходил со сравнительно небольшой глубины – 33,5 метра. Значит, местами под архипелагом метановые запасы пузыри залегают и на такой небольшой глубине. В любом случае, по итогам анализа всех скважин геологи пришли к выводу, что местный мерзлотный слой по большей части имеет толщину примерно от 100 до 500 метров. Но главное, под основанием этого слоя под всей территорией архипелага распределены метановые залежи общим объемом в миллионы кубометров. Почему эти газовые залежи сами по себе лишаются покоя? Если их достаточно сильно не придавливать чем-нибудь тяжелым, метан будет естественным образом рваться кверху, а придавливает их тяжесть этого самого мерзлотного слоя. И дело в том, что его верхние 1-2 метра ежегодно оттаивают и снова промерзают. И эта сезонная оттаивающая прослойка понемногу увеличивается. Таким образом, давление на метановые резервуары ослабляется. Стоит напомнить, что метан гораздо более парниковый газ, чем знаменитые углекислые, которые климатологи привыкли обвинять во всем. А как известно, первые предвестники этой ситуации уже появляются. Метановые пузыри поднимаются со дна Северного Ледовитого океана, да и знаменитый Ямальский кратер и ему подобные образования вызывают тревогу. Глобальное потепление вызывает образование кратеров на Ямале и в других регионах Западной Сибири уже несколько лет. Геологов беспокоят, что из-за таяния вечной мерзлоты растет частота взрывов подземного газа и как следствие образование огромных дыр в земле. Таких кратеров насчитывается уже не менее 20. Полуостров Ямал все чаще сравнивают с минным полем. Там периодически происходят загадочные взрывы, и после них в земле остаются гигантские воронки. Такая черная дыра здесь появилась прошлым летом. Ее диаметр 25 метров, а глубина 35. В кратер может поместиться 12-этажный дом. Ученые сразу же начали исследовать причины происхождения таких кратеров. Спускается дрон вглубь этого котлована, и делаются шикарные фотографии, которые в дальнейшем становятся определенным материалом для изучения специалистов. Участники научных экспедиций взяли пробы почвы, льда и воды из кратеров. Исследователи установили, что воронки остаются после выброса природного газа. Ученые предполагают, что по мощности каждый такой выброс сопоставим со взрывом атомной бомбы под землей. В 2017 году жительница поселка Сияха лично наблюдала выброс метана из-под земли. Женщина вдруг почувствовала, как почва под ногами задрожала, затем за ее спиной раздался страшный грохот. Обломки горной породы разлетелись на сотни метров. Женщина уцелела чудом. А Ямальский кратер диаметром 20 метров и глубиной более 50 метров впервые обнаружили летом 2014 года в центральной части полуострова. В последствии ученые нашли еще два десятка таких углублений в земле. Поначалу происхождение кратеров было загадкой. Специалисты связывали их появление с падением метеорита или действием криовулканов. А недавно российские ученые обнаружили в Сибири еще около 7 тысяч подземных метановых пузырей, которые могут взорваться в любой момент. Чтобы вы понимали масштабы, на Ямале сосредоточено 20% месторождений природного газа в России. Но почему он вдруг стал вырываться на поверхность? Большинство геологов связывают это с глобальным потеплением. Отдельные участки вечной мерзлоты начали оттаивать. Метан под землей смешался с талыми водами и образовалось что-то вроде газировки. Ее объем потихоньку увеличивался, давление на верхние слои почвы возрастало. И в итоге гремучая смесь вырвалась на воздух. Некоторые эксперты уверены, что опасное природное явление также связано с деятельностью человека. Никто не может сказать, где и когда произойдет следующий выброс метана. Кратеры находили недалеко от газовых месторождений и возле магистрали газопроводов. Одна из воронок появилась в 400 километрах от Салехарда. Любой такой взрыв может привести к масштабной катастрофе. Исследователи установили еще вот что. Незадолго до выброса газа на поверхности земли возникает холм. Такие образования называют буграми пучения. На полуострове их несколько сотен, пока ученые не придумали, как предотвратить новые взрывы ямальских пузырей. По одной из версий можно минимизировать риск путем откачивания метана, который образовался, но это довольно трудно.